Приветствую всех на Политэка, меня зовут Инга Мизель, а со мной Юрий Романенко. Юрий, здравствуйте. Привет. Вот Владимир Александрович сегодня поехал в рабочую поездку в Донецкую область. Поехал он не один, а в интересной компании с послами G7. Соединенный Штат Америки представляет не посол, а временный поверенный. Как вы думаете, в чем основная цель сейчас вот именно такой поездки? Ну, декларируется, да, чтобы послы G7 посмотрели, как мы выполняем взятые на себя обязательства в Минском процессе. Ну, а в принципе? Господи, ну всегда ездят с какими-то послами наши президенты, что-то показывают, расскажут о своих успехах. Я вот только что пост поставил в Фейсбуке, взял просто три заголовка с цензора. Значит, первый заголовок там замглавы Офиса Президента говорит о том, какие у нас прекрасные отношения с Европейским Союзом. Второй заголовок, тоже там кто-то говорит, что никогда такого взлета в отношениях с Евросоюзом не было. И третий заголовок о том, что Европа не, ну скажем, не будет давать нам возможность вступить в Европейский Союз, потому что у нас очень много еще коррупции. Вот и все. Поэтому это вот из такой же области эти визиты, которые обычно ничем не заканчиваются, ни к чему не приводят. Ну а цель какая? Это приведет нас хотя бы к тому, что не минский формат, а нормандский формат встретиться, то есть послы сейчас там Франции, Германии, посмотрят, поймут, как мы все выполняем и будет какое-то продвижение. Да ничего это не приведет, ну серьезно. Ведь решения принимаются на высшем уровне и на уровне послов. Ну послов там ознакомят с какой-то ситуацией, они и так прекрасно знают, какая там ситуация, не хуже нас. Поэтому власть там что-то показывает, что мы там что-то делаем для Запада в данном случае. Запад, в свою очередь, в лице послов там из вежливости тоже что-то показывает, делает, что мы типа вас слушаем. Короче говоря, все прекрасно понимают правила этого драматического представления, но в общем-то вот в такой логике они у нас как разыгрывались, так и будут разыгрываться, наверное, в ближайшие месяцы там и годы. Давайте поговорим о том, что происходит в Верховной Раде. Сейчас пошел слух о том, что Дмитрий Разумков может лишиться своего поста главы Верховной Рады, что его заменят на Руслана Стефанчука и под это собирают голоса внутри фракции «Слуга народа». Как вам такой сценарий? Да без разницы. Ну, есть Разумков на посту спикера, нет Разумкова на посту спикера, ничего же не меняется. У Разумкова же нет своей политической силы. Допустим, у Литвина там была своя политическая сила когда-то там, да? Ну там, спикер Ткаченко, помните, у него своя селянская партия была когда-то. Мороз социалистической партии. А то у Морозов была своя политическая партия, и он имел мощные позиции. А у Разумкова такой политической силы нет, на него не ориентируются депутатская фракция или депутатские группы. Поэтому, конечно, он, наверное, там пытается запустить свой политический проект. И вот эти вот шаги последние, которые мы видели с роликом, с чем-то еще, с заявлением по поводу канала Медведчука, но они свидетельствуют о том, что он пытается каким-то образом отстроиться. Но реально, это какая-то неудачная отстройка, потому что он пытается играть в Ката Леопольда. То есть такой белый, пушистый, который вот всех понимает, всех слушает. Но в условиях, когда нужно принимать часто жесткие решения в нашей такой жесткой стране, ну, мне кажется, это не сработает. Вот если бы он был там где-то в Чехии или в Швеции, в Бельгии, в таких странах, в которых своя специфическая спокойная повестка, то там, наверное, бы вот такой объединитель или попытка играть в Ката Леопольда, она бы прошла. Потому что и то, даже там сейчас идет радикализация политических процессов. Поэтому Разумков, наверное, пытается играть в свой проект, но если его заменят, ничего в Верховной Раде не изменится, потому что мы прекрасно понимаем, что и монофракции, так называемые, и те группы, депутатские фракции, которые существуют, они там голосуют совершенно по другим причинам, а не потому что там во главе Верховной Рады стоит Разумков, либо какой-то другой человек. Поэтому станет там Стефанишин или кто-то еще. Абсолютно такая же будет ситуация. Стефанчук, смотрите, что я сегодня много слышала мнений от политиков и экспертов о том, что если будут задвигать сейчас Разумкова, то это говорит о слабости президента и о боязни того, что его рейтинг падает, а рейтинг Разумкова растет. Это просто устранение будущего возможного конкурента. Ну, слушайте, ну так всегда говорят, но если президент может убрать своего будущего конкурента, то о какой слабости это президента говорит? Вот если бы президент хотел его убрать, но не смог бы убрать, потому что Разумков этому противодействовал, тогда можно было бы говорить о слабости в этой паре Разумков-Зеленский. Но ведь мы прекрасно понимаем, что если Зеленский сейчас его захочет убрать, то он его таки уберет. Вот и все. Да, конечно же, можно говорить о том, что я думаю, что у Зеленского сейчас его ревность подогревают. Хотя мы не знаем, может и нет никакой ревности. В общем-то, со стороны Зеленского не было никаких соответствующих заявлений о том, что он там собирается кого-то убирать, что у него есть какие-то претензии к Разумкову. Понимаете, мы обсуждаем какие-то слуги, там, телеграм-каналов. То есть есть факт, Разумков начал совершать политические действия, которые свидетельствуют о том, что он хочет субъективизироваться и отстроиться, условно говоря, от слуги народа, там, и от Зеленского. Да, эти действия есть. Действия о том, что Зеленский там хочет его убрать, но мы пока не видели ни намеков, ни каких-то заявлений публичных. Поэтому если там о проблемах с Богданом, помните, в январе, в декабре 2019 года, в январе 2020, говорили постоянно, и было видно, что есть конфликтные линии определенные. Это выражалось там в сливах соответствующих, заявлениях соответствующих со стороны представителей слуги народа. То здесь пока такого нет. Поэтому, опять-таки, я же говорю, что это принципиально тоже ничего не изменит. А раз это не важно, ну, чего там особо обсуждать это все. Кстати, сегодня патролил Андрей Богдан Владимира Зеленского и напомнил, как он в 2019 году, еще будучи кандидатом в президенты, объявил лопата-челлендж, вместе с представителями 95-го квартала вышел и греб снег. Как вы думаете, вот сейчас бы такой пиар пошел президенту, ну, или, там, не знаю, его команде, министрам, в плюс, если бы они такое сделали сейчас? Смотрите, всех уже задолбал этот пиар. И вот эти вот цветные шарики, которые они запускают, какие-то цветочки, встречают там какие-то самолетики, прилетающие в аэропорт. То есть людям на это все наплевать. Вот реально наплевать, потому что все, во-первых, считают, что у них в карманах. Во-вторых, все исходят там из каких-то своих представлений о том, какой должна быть страна. Вот, допустим, он грохнул по каналу о Медведчуках, и у него там пошло какое-то шевеление относительно рейтинга, и это вызвало какой-то ажиотаж в патриотическом лагере, назовем его так. А если бы он этого не делал, ну, все было бы для него там дальше плохо, как мы наблюдали на протяжении последних полутора лет. Когда у него постепенно падало, падало, а после президентских, ой, пардон, после местных выборов там, да, начало, в общем, уже катастрофически снижаться уровень доверия и рейтинги его политической силы, его самого. Поэтому президенту нужны соответствующие действия, а не вот этот дебильный пиар, который по-советски, которым они привыкли заниматься. И почему-то каждого президента, когда он становится главой государства, поражает эта болезнь кипучего хождения по каким-то школам, перерезания ленточек. В общем, создание вот этой всей мишуры, что я обладаю атрибутами власти. Но если ничего не меняется, то, соответственно, это никак и не влияет на поддержку президента. Поэтому нужно действовать. Вот если президент будет действовать дальше в том неформатном ключе, как он начал с Медведчуком сейчас, и то, как он действовал в 2019 году, когда он разогнал парламент, как он на стадион вытащил Порошенко, собственно говоря, почему он и победил, то тогда у него появляется какая-то надежда, что он не повторит судьбу Ющенко. Если он будет опять отпустить вожжи и группе влияния, которые есть вокруг президента, дальше будут распиливать экономику и играть в привычном украинском ключе, ну, соответственно, он и закончит так, как Ющенко, а может еще и хуже. Юрий, смотрите, а вот тут сразу несколько аспектов вы подняли, давайте их рассмотрим. Но вот первое, вы говорите, группы влияния вокруг президента. Кто эти группы и насколько они мыслят в одну сторону? Группа влияния, очевидно, это ФПГшки наши, которые были, есть и в ближайшее время точно будут. То есть там группа Коломойского, группа Ахметова, агроолигархи всякие, вроде Косюка, которые все лоббируют свои интересы. Там группа Левочкина, Фирташа, Бойко тоже лоббируют свои интересы. Потом административные группы, допустим, Ермак тот же самый. Понятно, что вокруг него тоже образуется конгломерат отношений, которые позволяют лоббировать, защищать чьи-то интересы, продвигать чьи-то интересы. Шефир, отдельное направление внутри ОП. Вот это на вскидку. Я думаю, можно их несколько десятков назвать, но это, наверное, основные. Как вы думаете, как президент может теперь идти дальше и повышать градус? Дело в том, что вот те решения, с закрытием каналов, они хоть и говорят, что в 8 месяцев готовили их, но когда юристы смотрят на все документы, то, что известно, говорят многие, что это наоборот, было сделано вот так наспех, и именно поэтому многие решения через суды можно будет потом отменить. Но мы не знаем, чем история закончится. Тут больше вопрос в том, как президент может дальше теперь повышать градус вот таких радикальных действий, чтобы нравятся люди? Ну, очевидно, что он должен довести до конца дело с Медведчуком, разгромить эту финансово-промышленную группу, политическую инфраструктуру его, для того, чтобы четко сказать, вот смотрите, я там одного олигарха добил, я могу, потому что сегодня он это сказать не может. Ну и тем более, что объективно Медведчук выступал на электоральном поле, где значительную часть поддержки в 2019 году получил и в слуги народа. Поэтому он сочетает здесь приятное с полезным, как говорится. А это будут, Юрий, секундочку. Решает задачи своей политической силы, самого себя, а по ходу решает задачу, связанную с тем, что Медведчук является тем человеком, которого считают проводником русского мира, и он, в общем-то, этого не скрывает. Юрий, смотрите, вот такой вопрос, знаете, я уже не первый раз цитирую, один блогер написал, что закрытие каналов – это беспредел, но этот беспредел мне нравится. А вот сейчас дальше те, которые движение будет, или вы советуете сделать Владимиру Александровичу, они обязательно должны быть связаны юридически, быть правовыми, или это могут быть любые действия, которые просто понравятся общественности? Смотрите, за 30 лет независимости здесь была построена такая система, чтобы никто ни за что не отвечал. То есть те стейкхолдеры, которые сегодня визжат, что с ними поступают по беспределу, собственно говоря, они же этот беспредел сами и построили. То есть кто, как не Медведчук, строил юридическую систему вместе с Портновым и остальными ребятами? Ну, это же их рук дело, они принимали соответствующие законы, они наполняли своими людьми судебную систему. Поэтому нельзя правовым путем, следуя строго букве духу закона, разрешить те фундаментальные противоречия, которые оказались Украиной. То есть вторая республика, она просто нежизнеспособна из-за этого. Поскольку мы постоянно путаемся вот в этой юридической плутоныне, я скажу, украинскую мову, юридических нюансах, которые, ну, по факту, никто ни за что не отвечает, никого нельзя привлечь к ответственности. И, соответственно, это расхолаживает всех, потому что те, кто действительно причиняет вред государству, те, кто совершают нарушение закона, они спокойно ходят по улицам и, более того, еще и процветают. Поэтому задача, вот возвращаясь к вашему вопросу, для Зеленского же, завершить то, что он должен был начать в 2019 году, ради чего его выбрали люди. То есть расформировать вторую украинскую республику как нежизнеспособное государство, которое, ну, по всем направлениям ключевым стагнирует, проваливается, вот в энергетике сейчас куча проблемы. И создать третью республику, как генерал Деголь создал из четвертой республики пятую французскую республику в условиях, когда страна оказалась на грани гражданской войны из-за фактического пуча военных в условиях поражения Франции в Алжире. Поэтому здесь перед Зеленским стоит схожая задача. То есть он должен перезапустить государство, для этого необходимо выйти за рамки существующей системы, для этого необходимо расформировать парламент, запустить конституционный процесс, создать конституционную комиссию, за три месяца подготовить новую конституцию, назначить потом через три месяца новые выборы в Верховную Раду. И поскольку закон о референдуме уже принят, то на референдум вывести вопрос о признании этой новой конституции. Дальше Зеленский может там хоть новые президентские выборы назначать сразу после того, как будет вызбрана Верховная Рада и принята эта конституция ею. Или остается дальше президентом и наслаждается тем, что он создал. Все достаточно просто, хотя это чудовищно сложно, потому что это требует собрать волю в кулак, пойти танком вперед, походу попытаться договориться с ключевыми стейкхолдерами, с ключевыми игроками, для того, чтобы они не визжали, не противодействовали, убедить население. Но это отличает историческую личность, сильную личность от личности, слабой волею судьбы, оказавшейся в кресле президента. Поэтому у президента сейчас очень сложный выбор. Но если бы он продолжал в том духе, или если бы он продолжит в том духе, в котором мы его наблюдали, амплуа такого вот человека, который редко берет на себя принятие таких сложных решений, то он просто плохо закончит, или закончит не как, как Ющенко, который в безрадичах сидит там и выступает перед пчелами. Поэтому будет выступать тогда Зеленский, будет Зеленский выступать перед пустыми залами, имитируя выступление 95-го квартала, чтобы вспомнить былую славу. Ну вот такое будущее может быть у нашего президента. Все зависит опять-таки от личности в данной конкретной ситуации. Вот Порошенко не смог принять такое решение, хотя у него был более управляемый аппарат, у него было лучшее понимание ситуации. Ну как политик мы же понимаем, что Порошенко более опытный был, потому что он всю свою жизнь вводился в политической системе. Но Порошенко не смог принять это решение, хотя законодательная база вся, она была принята при нем. Нужно было просто нажать на кнопочку. А Виктор Александрович взял, махнул шашкой, и особо, я думаю, не просчитывая до конца последствия, пошел в наступление, и это вызвало определенный ажиотаж в этом всем нашем бардаке, в котором мы живем. Поэтому, ну, тут уже Абупан, Абупропа, уже раз нажал нога, студови дальше, вперед. Юрий, смотрите, вы говорите про перезапуск государства и про стейкхолдеров, а им это зачем? У нас ведь олигархат, он же, ну, можно так сказать, доисторический, да, он же присосался к недрам. Это же не те олигархи, которые могут, там, не знаю, типа, Амазон, да, или что-то такое. То есть, ну, зачем им? Они могут не найти себя в этом перезагруженном обществе. Смотрите, так они себя и так не найдут, если дальше не будут перезагружаться, точнее говоря, если вообще не будут перезагружаться. Я сегодня утром читал очень интересный доклад по поводу того, как вот эти вот экологические законы новые в Европейском Союзе, как они повлияют на страны-экспортеры продукции в зону Евросоюза. Так вот, произойдет удорожание этой продукции приблизительно, там, на 65% для металлургов, для экспортеров газа, там, нефти. Ну, это Россию больше касается. Вот нас металлургия касается, там, да? То есть для... А это уже вступает там в ближайшее время в Европейском Союзе. Для Ахметова и его металлургии это обернется, ну, просто очень серьезными проблемами. И эти проблемы дальше будут только нарастать, потому что в мире усиливается, что называется, борьба за зеленый мир. И нужно модернизироваться для того, чтобы быть на коне. Вот, допустим, Пинчук модернизировал свой завод, плавит сталь там с помощью электричества, и в этом плане действия такого закона на него меньшее воздействие скажут. Поэтому, вот, жизнь изменяется, мир вокруг нас изменяется, а наши олигархи, так же, как и многие наши люди, простые украинцы, они ничего не делают, ничего не стараются сделать для того, чтобы приспособиться к этим новым условиям, либо сформировать для себя более благоприятную среду. Ну, и, соответственно, такие сообщества, как динозавры, они всегда вымирают в конечном итоге, исчезают. И это же судьба ждет олигархов. Поэтому, если мы посмотрим на график капитализации наших олигархов, то мы чутко увидим, что он колебался вот так вверх-вниз вместе с ценами на комодитис, на сырье на мировых рынках. Если там в 2007 году у Ахметова была за 30 миллиардов долларов капитализация, то потом в 2008 году рынок рухнул, цены на сырье рухнули, они пошли вниз. То есть, необходимо уходить от сырьевой экономики, необходимо усложнять экономику, а не наоборот, как все время происходит, последние 30 лет. И для этого необходимо, наконец-то, сформировать правила игры, которых придерживаются все. То есть, задача нового государства, третьей республики, о которой я говорил, как раз вот по поводу этого. Создать правила, которые все придерживаются, зафиксировать их в Конституции, убрать дуализм из государственной власти, когда президент не будет кивать на правительство, что я за это не отвечаю, это вот непонятно, кто отвечает. А правительство тоже будет говорить, что да пусть вот там отвечает президент или там офис президента, который непонятно какая институция, с непонятно какими полномочиями, но очень, скажем так, влияет на процессы в стране. Так вот, для того, чтобы это все убрать, для этого необходимо эту систему существующую деконструировать, и убрав старые ненужные правила, введя новую четкую, понятную систему сдержек и противовесов. Я бы, например, сделал президентскую республику и вообще убрал бы пост премьера для того, чтобы, как в Штатах, победил президент на президентских выборах, он возглавляет правительство. Все четко и понятно. Не нужно друг на друга кивать и говорить, что я не я и хата не моя. Или наоборот, там есть же другой вариант, немецкий там условно, канцлер сильный, сильная фигура, парламентская президентская республика, президент выполняет сугубо церемониальные нормы. Но, с другой стороны, я считаю, что в наших условиях лучше президентская республика, потому что все-таки у нас общество, оно такое более иерархичное, тяготеет к этому. Но, опять-таки, это вопрос дискуссии. То есть, у нас будет вице-президент... Это как раз вопрос написания этой конституции, и большая дискуссия в обществе, когда этот процесс, если этот процесс начнется. Смотрите, ну вот в Америке, да, там есть президент и есть вице-президент. Если мы с вами начинали, что даже Разумкова, возможно, это теоретически могут подвинуть, потому что он записал красивый ролик и пошел против течения из-за голосования по поводу закрытия каналов, то в данной ситуации какая же может быть борьба между президентом и вице-президентом в течение всех пяти лет? Нет, не будет, потому что в Штатах нет борьбы между президентом и вице-президентом. Так это же мы говорим в Штатах, а я говорю у нас. Ну, так я же и поэтому говорю, что ты должен прописать конституцию таким образом, ты же формируешь эти правила, чтобы просто брать дуализм. Ну, не будет вице-президент сильной фигурой при живом президенте, там, да, потому что у него, ну, такие вспомогательные функции, его единственная функция обеспечить, скажем так, функционирование власти в случае, если с президентом что-то произошло. То есть это просто дублер на случай какого-то неприятного происшествия или, допустим, там, импичмент президенту объявили, и тогда на его место приходит вице-президент. Вот такая история. А, конечно же, если там по украинской привычке, ну, мы начнем запихивать опять какие-то очередные дуалы для того, чтобы вот сохранить вот это все, то, в принципе, тогда лучше ничего этого не начинать. Пусть уже будет вот эта вот умирающая вторая республика, ну, и просуществует еще какое-то время, а потом перекрестится окружающий мир, и она испустит дух. Ну, это же проблема украинцев, нас с вами, что мы не можем изменить свое общественное устройство. Нам нужно его менять, поэтому вы говорите, какой рецепт? Я говорю, вот такой рецепт. И, ну, в принципе, многие люди об этом говорят и придерживаются такого же мнения. Вот, мы должны изменяться, все, у нас никаких вариантов нет. Мы 30 лет слили в трубу, поэтому у нас уже больше нет возможности дальше вот это вот петлять и просить гроши, и казаться, захи, дай нам гроши, потому что мы дуже-таки добрые, демократичные люди. Ну, это никого не интересует, эта история вообще. Все о своем сейчас, в условиях пандемии, и всех проблем, которые она принесла. Хорошо, Юрий, спасибо. Встретимся в Третьей Республике, но это не точно. Я думаю, что это будет значительно раньше. С вами был Юрий Романенко. Смотрите нас в Ютьюбе, на Политека. Подписывайтесь на канал. До свидания.